Пойдем ПДД проходить Сейчас будет просто легчайшее С объяснением, возможно Если я, бля, у меня правда башка Котелок нихуя не варит, но Экзамен нажми, внутренний экзамен Окей Завляем, экзамен сдан Молодчинка У-у-у При наличии каких условиях В случаях вынужденной остановки Транспортного средства Или дорожно-транспортного происшествия У водителя обязан быть одетым в куртку Жилет или Жилет-накидку Какой-то вопрос ебаный У кого-то это жилетка вообще есть Нахуй вы мне помогаете, блядь, я теперь знаю, что это 4, заткнитесь, я убираю чат И наличие, да, всё правильно, я так и хотел ответить Какой из дворов вам можно въехать в данной ситуации? Чё, блядь, какой из дворов? Во двор налево, в любой, во двор налево, во двор направо, ворота во дворы запрещены Блядь, а как нахуй вот сюда и вот так вот, не понимаю, какое похуй в любой Ээээ, экзамены, билеты, так, бла-бла-бла-бла-бла Какой из указанных знаков запрещает дальнейшее движение всех, без исключения транспортных средств? Блядь, что это за знак? Почему он кривой? А, не, он ровный, оптическая иллюзия, вы думаете он кривой, короче, а он, блядь, ровный Блядь, да ёп твою мать, опасность дейнджер, я такое вообще первый раз вижу Блядь, я не могу думать, чуваки, мне надо что-то попроще, блядь Ну нахуй, пускай я будет, блядь, я уверен, я правильно ответил В чём информируют эти знаки? Вот я, кстати, единственное, что не знаю среди знаков без рофлов, если рофлы отменить Я, блядь, путаю круглый, блядь, синий знак с квадратным Вот что там не более, что там не менее, блядь, вот это хуй его знает У меня навигатор всегда показывает справа Тут они рандомные, типа, там по сложности проходил Блядь, тут сложно очень, блядь, забейте половину вопросов, оттуда вам не попадётся вообще Похуй, вот так будет Значит, она ли вам остановка в указанном месте? Запрещена Дальше Я не хочу это проходить, мне нахуй не объясняют, правильно я ответил или нет Начну ли вам движение? Вот это, кстати, тоже хороший вопрос Регулировщика надо выучить, выучить трамвая, приоритетов трамвая И, блядь, велосипедистов ещё ебучих надо выучить Но! Кто-нибудь видел регулировщика, который вот так показывает? Вот так реально стоит и работает Кто-нибудь видел его? Я не видел Регулировщики показывают вот так Поехал, блядь! И вот так они показывают, этим сот занимается, блядь И не знаю, кто так стоит, вот так, блядь Я их не видел вообще ни разу В пизду Разрешено, по-моему, прямо, наверное И направо, я, блядь, не знаю, ткнул не то Так, дальше. Какой познавательный знак должен быть закреплен на задней части буксируемого механического транспортного средства при отсутствии неисправности оборудования сигнализации? Вариант А. На перекрестке вы намерены повернуть направо, как вам следует поступить. Перестроиться на правую полосу. Возможно, оба варианта, если что. Так, кто должен уступить дорогу при одновременном развороте? Блять, наверное, машина нахуй. Кто из водителей занял правильное положение на полосе движения? Чё-то я нихуя не понял этого вопроса. Занял правильное положение. Там мотоциклисты есть, блять, правильно или нет? По-моему, оба правильно едут. Я тоже так думаю. Водитель обгоняемого транспортного средства должен снизить скорость, должен сместиться как можно правее, не должен препятствовать обгону путём повышения скорости или... Блять, лол, чё за такой вопрос скажешь? Кто из водителей нарушил правила стоянки? Да, пускай будет Б. Мне кажется, вдвое вообще, блять. Повороте направо, спить дорогу автомобилю выполняющему... Я, блять, этого не знал! Чё это за вопросы, блять, вообще? Чувак на Волге должен уступить, блять. Обязаны ли вы при повороте, блять? Не обязан, нахуй. Какого хуя, блять? Светофор, еблан. Так у нас стрелка, и чё? Я просто ни разу не попадал в такие ситуации на дорогах, честно вообще. Всё, права работают немножко не так, правила вернее. Они... Работают вот, блять, как человек захочет. То есть, ну, я как бы не... Мне не впадло уступить, короче, знаете, что-то в этом стиле. Это всё, нахуй, только для экзамена. В каком случае вы имеете право проехать перекрёсток первым. Блять, ну и рисунки. Чел куда? Налево поворачивает, как я понял? Мы в любом случае имеем приоритет проехать, потому что мы для него помеха справа. Даже если он налево поворачивает. Хотя, блять, не ебу. Если мы поедем прямо, мы помеха для него справа. Значит, он должен нам уступить. Если мы поедем налево, он тоже для него помеха. Но знаков нет никаких, я хуй знает. Хотя вон какой-то стоит, по идее, здесь. При движении прямо и налево. Наверное, продолжение прямо, при жёлто-мигающем светофоре проехать перекрёсток первым. Уступить дорогу только грузовому. Нахуя вообще на жёлтый ехать? Чё за долбейбизм? Пришёл ли вам въезд на железнодорожный проезд в данной ситуации? Не ебу. Достаточно видимости можно использовать противотуманные фары. Блять, чё за вопросы ебаные какие-то? Мне вообще в тестах это не попадалось. Я же не знаю, при каких случаях светофор жёлтым горит. Жёлтым горит. В любом случае нужно уступить. Может быть, это жёлтый перед красным. Алё. Тут видишь, в чём прикол? Тут подвохи есть. И нужно корректно читать вообще вопрос. Это вам подсказка на будущее. То есть иногда в самом вопросе есть ответ. Насколько права купил, еблан? Я сдал, отъебись. Мне выпал билет, который я задрочил. С вопросами лёгкими. Вот город я уже не с первого раза сдал. Блять, я не хочу это. Блять, какой-то хуйня. Я хочу пройти билеты именно. Как есть в нормальном экзамене. Шо мне вкидывают последний вопрос на первое? Нет, я не скипнул, чтобы не позориться. Просто если здесь тыкаешь, здесь объясняют, почему. Плюс пять вопросов зашип в пизду, я обновляю страницу. На каком рисунке изображён перекрёсток? Только на левом. Вот. Теперь я хотя бы знаю. Дальше. Вам можно выполнить разворот. Только по траектории А. Только по траектории Б. Только по траектории Б. Потому что этот знак... Блять, он идёт вот так. Дальше перекрёсток. Он не захватывает. Вот так. Вот так вот вы будете сдавать. Разрешено ли вам остановить на стоянку... Ага, на стоянку в этом месте по нечётным числам месяца. Блять, нет. А я не знаю, кстати. Я ни разу не видел этого знака. И нету такого, блять. А там, где он есть, нахуй, там всё занято, блять, всегда. Москва, хули. Поехали. Указанных знаков обозначают участки, на которых водитель обязан уступать дорогу пешеходам, находящиеся на проезжей части. Все, блять, не похуй дальше. Что обозначает разметка А-100 на проезжую часть дороги. А не знаю, кстати, чё это такое. Бля, наверное, номер реально. Я чё-то ни разу не видел такого. Обычно знаки, предупреждающие там в переходах, они заранее ставятся. Номер дороги, наверное, да. Я ни разу не ездил на такие дальники. Я вот, я говорю, регулировщиков не знаю. Так. Вы имеете право двигаться. Скатился я, да, я ебан. Прямо или направо. Бля, в пизду, пускай прямо и направо будет. Буду прав. Чёрт, говорю, регулировщики в Москве так не стоят вообще. Необычно жестикулируют для всех. Потому что знают, что люди, блять, не учили эту хуйню. Как необходимо обозначить свои транспортные средства при дорожно-транспортном происшествии? Только с помощью аварийной, только с помощью знака аварийной остановки обоим перечисленными случаями. Кто имеет преимущество в движении? Водитель грузового автомобиля. Чё, срешено ли водителю движение задним ходом при посадке пассажира в газу? Блять, что? Кого вообще, блять, задним ходом нахуй ездить? Я вообще не ебу. Что это за говно? А ведь есть такая хуйня, что в любом случае ты думаешь, что задом вообще никогда нельзя сдавать. Это опасно. Что вообще за хуйня задом сдавать? Так не проезжай. Разрешается ли вам управлять грузовым автомобилем, разрешенной максимальной массой более двух тонн, выехать на третью полосу в данной ситуации, блять? Теперь понятно, почему у тебя так часто аварии. Рафлан ебала. В смысле, часто, блять? У меня одна была. Знатоки, блять. Скоро это разворота, блять. Разрешается. Разрешено ли вам обогнать мотоцикл? Ну, я думаю, после, блять, перекрёстка, хуй знает. Я не буду мотоцикл обгонять, нахуя. Установка для посадки пассажира в этом месте. Если при этом не будут созданы помехи, то и так-то да. Да. Проехать перекрёсток в прямом направлении, ваши действия. Перекрёсток первым. Уступите дорогу только встречному автомобилю. Уступите дорогу только автомобилю, исключенным при близком мячком. Специальный сигнал. Уступите дорогу обеимый транспортом. А, блять, лол, я долбоёб. Это ж он поворачивает. Он должен мне уступить. Когда, блять, уступите дорогу только водитель, исключенным при близком мячком? Тупой. Кому вы должны уступить дорогу при повороте направо. Если это поступить в выполнении разворота. Бля, я при вас такую хуйню, блядь, вообще отвечаю. Это просто дичь. Так, при выполнении разворота. Мгм. Так, у меня главная дорога. Значит, непонятно, куда она отрисована. Тупить дорогу, наверное, обоим, блядь. Да ёпт твою мать, пацаны. Всё, пизду. Я запорол, забирайте, у меня права. Вот они, блядь. Находятся здесь. Я вообще, блядь, в таких ситуациях не попадал. Всегда уступаешь, блядь. Без исключения, блядь. Всегда без исключения уступаешь дорогу. Если ты не уступишь, тебе, блядь, снесут бочину сразу. Я в ахуе полном. Конечно, я нихуя не знаю. Это просто пиздец. Ну его нахуй, пацаны. Учите вопросы, блядь. Они вам нахуй в жизни не пригодятся. Всё. Правила правой руки. Главная дорога, уступи дорогу. Всё. Пешеходный переход. Я просто, блядь, ну типа, уже шестой месяц пошёл, как я езжу. Без шуток, да? Отбросить рофлы. И ни в какой из этих ситуаций я не попадал. Каждый ездит как он хочет, абсолютно. Постоянно такая хуйня. Регулировщиков нет. Трамвай, на трамвай всем похуй вообще, абсолютно. Что ещё? Велосипедистов ни разу не видел? Всем похуй тоже. Дальше. Всё время, да, если ты не уверен в манёвр, уступаешь. Просто есть такие случаи в Москве, что если ты будешь ездить чётко по правилам, ты никогда в жизни не доедешь до точки назначения. Тебя, блядь, никто не пустит. Тебя надо борзеть, блядь, вообще полностью. Гоу гэ. Ой, это пацаны точно не ко мне. Вот просто пиздец. Нам инструктор говорит, что ответы сами по себе нихуя неправильные для наших городов. В Москве тем более нет. Блядь, чувак, это не только в Москве. Правил, блядь, вообще нигде нет. Это так, знаешь, чтобы долбоёбов валить. И всё. Я говорю, мне повезло, что у меня идентичный выпал, блядь, который я проходил. Просто идентичный максимально. Там, по-моему, две ошибки или одну допустил, я не помню. Ещё бы одна и всё, и пизда. Как бы, блядь, ну вроде норм. То есть я его как-то задрочил, потому что у меня, типа, был установлен здесь приложение ПДД. На компе я ещё дрочил перед экзаменом. И, блядь, я прихожу и, типа, всё. Окей, думаю, отстрелялся. Сложно было в городе. Товарищ, блядь, ну типа, там атмосфера такая. Сидит, блядь, справа инструктор, сзади мент, блядь. Вообще, в принципе, на мента смотришь, такое ощущение, что ты уже говноед. Ты должен ему, типа, по-любому ты там наркоман, насильник, убийца. Чувство такое. Так он ещё и сзади сидит и смотрит, блядь, как ты едешь. Это пиздец адовая атмосфера. Ты, блядь, ну, с перепугу вообще что угодно намутишь. А вот по поводу вопросов вот этих вот, ну да, типа, заебись, конечно, всё знать, класс. Я думал, тут как-то, ну, попроще будет. С разворотами не было у меня вопросов. И ещё что-то там не было вопросов. Всё, блядь, намного проще, чем вы думаете. Вот так. Просто, блядь, за баранку сел, поездил. И у тебя в башке откладывается, как бы ты действовал в ситуации. Будешь всем уступать по правилам дорожного движения? Ещё раз говорю. Хуй где проедешь. У меня есть на районе, блядь, небольшой такой перекрёсток. И по правилам дорожного движения, если соблюдать, ты, сука, 30 минут там простоишь. Потому что поток съезжает с моста, заезжает под мост, едет вперёд. И справа едет поток. И они поворачивают налево и проезжают прямо. И там постоянно поток. То есть ты либо наглый уебан, который на всё похуй должен проезжать, блядь, успевать. Либо я хуй знает. Пизду эти тесты, я чё-то даже задезморалился чуть-чуть. Я думал, хоть чё-то мне поможет. Но это пиздец. Вот тут тоже, опять же, где-то, блядь, населённый пункт, где-то, блядь, там скоро, блядь. Вот тоже непонятная какая-то хуйня. Вопросы 20-е, например. Самый длинный вариант ответа окажется всегда правильным. Его можно не читать. Потому что тут подробно, блядь, описано, нахуй. Это вот больничный вопрос. Всегда вот 20-ый вопрос. Это всегда самое длинное, блядь. Ну да, не всегда там есть исключения. Но если вы не знаете, то типа тут вот стоянка в указанном месте. Сука, запрещена, блядь, далее. Начинать ли вам выполнять обгон, запрещено, нахуй, блядь, ёбаный в рот, разрешено, нахуй. Что за говно, блядь? Вы знали эту хуйню? Не действует знака разрешается, блядь. Пользовать звуковой сигнал. Здесь хуйня ебаная, блядь, везде сигналить можно. Вообще нигде нельзя сигналить. В населённых пунктах запрещено сигналить дальниками, блядь, надо. А какого мест действует требование, блядь? Ой, пизда, нахуй, пацаны, учите всё. Вот бы так в жизни, да? Типа дополнительный вопрос тебе дали, сдал. Так, короче, IQ-тест я не буду проходить, иначе мем 89 пропадёт. А второе я просто зассал, элементарно.